Слуховые рожки из Англии и Германии Столовый прибор, одновременно вилка и нож для людей с одной рукой. На исторической витрине форума уникальные экспонаты. Рядом современные технологии. Буквально меняют реальность. Еще называется туннельное зрение. То есть попробуйте покрутиться, то есть тут вообще ничего не видно. Ольга Рожина работает в Центре социального обслуживания. Сегодня решила на себе испытать, что чувствуют ее подопечные. Говорит, что теперь будет лучше их понимать. Это нужно будет и для меня самой. Потому что, например, когда говорят о сужении угла зрения, я не понимаю, что это такое. А тут я прямо это представляю, что со мной будет дальше, если я не обращусь к врачу. Этот симулятор имитирует плохой слух, ограничение подвижности и дрожание рук пожилого человека. Его активно используют в одном из крупнейших банков. Учат сотрудников эмпатии. Мы костюм тестируем именно на наших сотрудников, поделением банков и ввозим, для того, чтобы они терпимее и с пониманием относились к нашим невызмущенам. Мэр Анатолий Локоть предложил примерить такой всем новосибирским чиновникам. Убирать барьеры нужно не только на улицах, но и в сознании. Задача создавать среду, стирать, как я сказал, грани между людьми. Менять взгляды на вот эти вопросы безбарьерной среды, делать доступным для всех и помогать раскрываться возможностям всем новосибирцам. Масштабный форум, своего рода мозговой штурм и отправная точка для многих проектов. Так, в Новосибирске сейчас активно внедряют браслеты помощи. Их раздают людям, которые могут неожиданно потерять сознание. На них вся информация о пациенте. Впервые об этой разработке заговорили именно на форуме. Ни одна серьезная программа переоснащения, например, городских улиц по программе безопасной кочной дороги не проходит без участия людей с инвалидностью. Существует большое количество сейчас, хоть пресловутых пандусов, но пандусов реальных, нормальных, действительно приспособленных для людей с инвалидностью. В ближайшие дни в Новосибирске сразу несколько масштабных событий. Фестиваль социальных театров в Красном факеле, открытая зарядка для людей с проблемами здоровья, совместная тренировка команды по слэдж-хоккею и профессиональных спортсменов, экскурсии по городу от серебряных волонтеров. Подробности можно узнать на официальной странице форума. Лидия Захарова, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.